С вами снова я, Мария Еременко, и сегодня я хочу познакомить вас с сервисом онлайн-платформы, которая позволяет работать со студентами в виде тестирования, давать им контрольные работы, задавать домашние задания, самим создавать тесты, а также использовать тесты других учителей, что очень удобно. Весь ресурс на русском, и все мои коллеги с удовольствием пользуются этим ресурсом. Называется он Quizzes.com, и сейчас давайте перейдем на сайт и подробнее разберемся, что же это такое. И вот мы попали на сайт Quizzes.com, все ссылочки на ресурсы будут в описании. Чтобы зайти на ресурс, вводим Quizzes.com, и нам нужно зарегистрироваться, если мы еще не зарегистрированы. Для этого нажимаем кнопочку Login, и у нас появляется такое окошко. Если вы хотите зарегистрироваться, не имея аккаунт Gmail, то вам необходимо ввести здесь свой email, свои почты. Если же у вас есть аккаунт Gmail, вы кликаете на кнопку и выбираете аккаунт, с помощью которого вы будете заходить в свой личный кабинет. И открывается у нас вот такое вот окошко. Здесь с левой стороны меню, где мы видим наш профиль. Можно посмотреть профиль, сейчас мы этого делать не будем. Можно сразу перейти к созданию, поиск, то есть найти уже готовую викторину, перейти в библиотеку, отчеты, классы, коллекции, мемы. Все это я вам сейчас покажу достаточно быстро и без лишней воды. Итак, что удобно? Удобно, что здесь уже создано очень много готовых тестов по всем предметам и очень много на русском. Что очень нам, как русским учителям, удобно. Таких ресурсов очень мало, потому что в основном все на английском интернете. Итак, давайте, ну, учитывая, что я веду английский язык, ну, можно, в принципе, и по-русски попробовать найти. Например, препри приставки. Да, и, как вы видите, у нас открывается сразу список тестов уже созданных. Их у нас 9716, то есть выбор достаточно большой. Здесь мы можем при наведении на тест открываются с правой стороны вопросы, которые у нас в тесте, то есть их можно пролистать, посмотреть. Также при наведении на следующий тест у нас открывается следующий и так далее, и так далее. То есть нам не нужно лишний раз кликать, да, чтобы посмотреть, что в тесте. Мы можем занести каждый тест в понравившийся и можем сохранить у себя в личном кабинете, чтобы потом быстро найти. Давайте это сделаем. Итак, нажмем на лайк, и у нас он будет отображаться, как вот здесь вот, что он нам просто понравился, и преподавателю, который его создавал, будет приятно. Давайте нажмем сохранить, и у нас открывается наш личный кабинет, да, где у нас созданы классы. Я разбивала классы, тесты по классам, поэтому у меня здесь папочки. Давайте введем, ну, например, грамматику, это коллекции, да. Давайте, ну, создадим новую коллекцию, назовем ее русский язык, нажмем создать, и вот тест добавлен. Нажмаем готово, и он у нас там уже будет лежать. Как вы видите, папочка с коллекциями у нас находится с левой стороны. Очень удобно, вы заранее можете найти тест, который будете давать учащимся, и разложить по папочкам, по коллекциям, чтобы не тратить время во время урока на поиск того или иного теста. С поиском, я думаю, здесь все понятно, можно здесь также сортировать по классам, например, средний, старший, университет, ну, например, уже меньше, видите, количество тестов. Можно также выбрать предмет, это будет у нас, ну, конечно же, это русский язык, но если вы что-то ищите, и могут попадаться другие предметы, можно отфильтровать. Также можно более подробно, да, здесь нажать кнопочку, здесь больше, и открывается еще поиск по количеству вопросов, то есть можно выбрать. И тут настраиваете свои уже предпочтения, языки и так далее. Сортировать также можно по актуальности, популярности и самому последнему созданному тесту. Вот, например, вот этот тест был создан 4 часа назад, видите, кто-то уже летом работает. И создает тестирование, как домашнее задание. Это я тоже сейчас вам все покажу. Итак, давайте перейдем в мою библиотеку, my library. Как вы видите, сайт такой русско-английский, да, то есть все, что смогли, они перевели нам на русский. Здесь что-то осталось на английском. Итак, в моей библиотеке все тесты, которые есть, которые были созданы мной и которые были, соответственно, добавлены. Вот видите, здесь уже приставка при-при. Здесь они прямо в такой куче. Все, что мы делали, вот видите, вот моя фотография, это значит, что я делала 3 месяца назад, 4 месяца назад и так далее. Я здесь проводила контрольные работы в основном и давала как на отработку домашнего задания по воркбуку. Я вот вбивала туда упражнения и ребята делали. Вот 20 вопросов и получали за это отметку. Так, здесь у нас в коллекциях мы можем перейти, вот, например, в 10 класс и сразу сориентироваться, какой тест у нас относится к 10 классу, чтобы не искать среди большого количества этих тестов наш тест, который нам нужен. Далее у нас идут отчеты. В отчетах это все то, что делали наши студенты, все то, что мы им задавали. Это тесты, это домашние задания и, как вы видите, какие-то живые игры. То есть это мы проходили, например, на уроке. И здесь играло 2 человека, я им включала онлайн. Объясню, почему онлайн. Например, я задавала тест и говорила, что у вас на прохождении есть ровно там час. Через час тест я заходила и закрывала. То есть это был тест, и это очень удобно для проведения и ограничения по времени выполнения самого тестирования, чтобы у ребенка не было большого количества времени, чтобы он смог списать. Вот данный тест был как тест. Здесь это было как домашнее задание. Давайте откроем и посмотрим, как выглядит отчет. Можно здесь посмотреть викторину, которая была здесь. Здесь новая тема. Сейчас покажу, что это такое флеш-карточки. Далее. Точность. Это процент общий по классу, как кто как выполнил. 65 вопросов в этом финальном тесте. И сколько попыток сделали игроки. Далее. Сортировать по голам. Это значит по количеству очков. Тут иногда бывает, что какие-то слова русские немножко неправильно использованы. Можно написать письмо. Можно сделать обзор вопросов. Обзор конкретно по каждому вопросу. И посмотреть стандарт. То есть вы можете сделать, посмотреть статистику по вообще всему тесту, по всей работе, которую делали дети. Это очень удобно, потому что спрашивают, а за что вы открыли, у вас все это сохраняется, и показали вот за это. И объяснили, естественно, разобрали, почему ошиблись. Это очень хороший фидбэк такой учителю. Ну и ученику, конечно же, тоже. Ученик тоже видит все свои ошибки после завершения. Далее. Переходим к классам. Это мои классы. Они все синхронизированы с Google Class. Здесь есть кнопка «Обновить Google Classes». Это значит, что, например, вы создали новый класс, и он у вас синхронизируется и будет создан новый. То есть в начале учебного года все это я буду архивировать. И создавать, естественно, новые классы на этот год. И приглашать учащихся. Видео о том, как пригласить учащихся в Google Classroom у меня уже есть на канале. И посмотрите, да, что мы тут смотрим. Ну вот, например, второй класс. И вот все мои дети. Пятый класс, там все мои дети. И так далее. В коллекциях можно отдельно перейти на коллекции. Здесь, видите, частные коллекции. Их можно сделать публичными, чтобы люди могли тоже пользоваться вашими собранными коллекциями. А мемы – это одна из таких, как плюшек здесь, да. Ну, это для веселья больше, потому что если вы включаете тест, например, после каждого пройденного вопроса, у вас будет появляться какая-то картинка, веселая картинка с подписью типа «Ой, ты здорово сделал», там, или «Ой, как не здорово». В общем, это делается для такого, для работы в формате более такого расслабленного. Это не как контрольная работа, не как домашняя работа. Сейчас я вам покажу, как задавать работу. Например, вот этот тест. Почему он у нас закрыт? Да, ну, потому что мы его уже отыграли. Смотрите. Я зашла в тест, то есть я перешла в библиотеку, открыла тест, и у меня здесь идёт информация по тесту, какой класс, сколько раз сыграли и так далее. Я этот тест закрыла, видимо, для того, чтобы дети не смогли, да, чтобы никто другой не смог заранее его пройти. То есть при создании я этот тест закрыла. Можно нажать кнопочку «Редактировать». У нас открывается вот такой вот редактор, но мы с ним сейчас ещё поработаем. И для того, чтобы сохранить все вопросы, тут много вопросов было очень, да, нажать «Сделанный». Я просто забыла, как открыть. Да, вот здесь открываем «Квизис», и вот здесь вот «Частный», можно нажать «Глазик» и «Доступен общественности». То есть вы мой тест можете найти по либо моему логину, либо «Final Test Starlight 7». Либо просто вобьёте Starlight 7, и я думаю, что вы найдёте его. Всё делано по тест-буклету, то есть тут вопросы и ответы. Далее я хотела вам показать, как включить этот тест. То есть, например, я сделала так, что учащиеся не могли найти меня, соответственно, этот тест, чтобы заранее его не проделать. Мы зашли, начался урок, и я включила им вот эту кнопку «Играть вживую». Давайте её нажмём. И у нас представляется три варианта отработки этого теста. Первый – это классический. Вот он как раз будет с мемами, со всякими там бонусами, ракеты летают и различные плюсы. Можно разбить детей по командам, и сам тест будет разделён по вопросам, по блокам, ну, перемешанное. И у каждого учащегося будет определённое количество вопросов, на которые он должен был ответить. И будет учитываться общая сумма очков в команде. То есть, сколько каждый набрал, сколько правильно, и та команда, кто заработал большее количество очков, те и победят. Выиграю, да? Классический – это, я уже сказала, обычный тест, он с мемами, со всякими развлекухами. Вот. А контрольная работа – это уже без всяких излишеств, да, как здесь написано. Он подходит для серьёзной работы. То есть, вот как я давала, 65 вопросов. То есть, ну, по полминутки на вопрос. То есть, знаешь-знаешь, не знаешь-не знаешь. То есть, за 45 минут, в принципе, ты успеешь, если ты реально в теме разбираешься. Если не разбираешься, то уже возникает вопрос, да, хорошо ли ты усвоил материал. Итак, выбираем один из предложенных нам режимов игры. И выбираем вот здесь вот «Выбрать». И выбираем класс. Например, вот я хочу выбрать десятому классу. И здесь выбираю следующий. Я сейчас не буду выбирать то, что у детей там отобразится на телефонах, чтобы их не смущать. Выбрали класс. И здесь уже можно, смотрите, ниже даже настроить расширенно, да, что мы хотим. Можно разрешить попытки. Например, две попытки. Студенты требуются войти. Я говорю, что попытки для этой игры. Да, это студентам необходимо будет авторизироваться. Показать ответы в игре. Я тут... Да, нет. Я не знаю, почему. Показать ответы после игры. Можно не показывать ответы. Вот тут вот... Конечно, русский у них зашкаливает, да, но, скорее всего, это вот это вот от, чтобы нет, не показывать. Не показывать ответы. Можно показать. Чтобы показать, можно оставить просто. Вот так. Тогда будет показываться. Настройки игрового процесса. Так, тут часы, тут перемешать вопросы, перемешать варианты ответов. Обычно перемешиваем все, чтобы у детей вообще ничего не совпадало. Но если это тест какой-то вот финальный, вот как у меня был, там все структурировано. Только варианты ответа я перемешиваю, а вопросы я оставляю. Нажимаем продолжить. И у нас открывается вот такое окно. У нас открывается вот такое окно. И для того, чтобы у нас студент попал в эту комнату, да, он должен в браузер войти joinmyquiz.com и ввести вот этот вот код. Сейчас я зайду с телефона, чтобы показать вам. Включу запись экрана. Итак, вводим joinmyquiz.com Открывается сайт. И вот тут вот наверху присоединится к игре. Здесь вводим код 510. Как вы видите, вот появилась Мария Еременко. И начать игру. У учителя отображается, что кто вошел. А у меня отображается вот такое окно у студента. Сейчас начнутся вопросы. То есть я нажимаю кнопку начните. Появляется такое вот окошко. И у студента, и у учителя. Тут идет музыка. Музыку можно выключить, чтобы не отвлекать. Можно сделать на весь экран. Если, например, вы запускаете на мышцей доске, да, то есть с сайта. Чтобы ребята видели их процесс, прогресс. Но лучше не включать, потому что они отвлекаются. А у студента появляется уже вопрос первый. И вариант, они тут уже должны либо вписать, либо выбрать готовый. Тут в зависимости от того, как вы уже тест составили. Например, вот я что-нибудь там напишу быстро. Вот, некорректно. Видите, то есть здесь сразу нам дали ответ, что мы неправильно ответили. То есть студент сразу видит свой результат. Лучше это отключить, чтобы студенты не видели, потому что это все-таки финальный был тест. Это же не отработка. Вот, поэтому лучше отключить. Сейчас я нажму конец игры. Да, и у студента оказывается сразу вариант, сколько некорректных, сколько времени потрачено. И у учителя, соответственно, тоже по истечению времени или по мере того, как закончился тест, появляется такой отчет по каждому вопросу, по каждому студенту. И мы уже можем там скачать результаты, посмотреть, какой был самый сложный вопрос, какой был самый длинный по времени вопрос, что дети думали дольше всего и так далее. Давайте выйдем отсюда. А теперь давайте перейдем к тому, как все-таки создавать тесты здесь самим нам. Переходим наверху, нажимаем кнопочку создать и здесь пишем, например, «Настоящее простое время». Здесь я должна выбрать свой предмет и тему теста. Все, мы попали в конструктор. Все интуитивно, просто. Здесь представлен самый необходимый набор тех инструментов, которые, в принципе, в тесте есть. Это выбор, это множественный выбор, это вписать ответ, заполнить бланк, это опрос. И неокончательный ответ – это там, где учитель после того, как ученик ответил, сам будет еще и оценивать дополнительно каждый вот такой неокончательный ответ. Здесь можно добавить обложку к тесту, открыть-закрыть для общественности, выбрать язык. И «Default time for quick» – это время, которое стандарты устанавливаются для каждого вопроса. Здесь мы можем выбрать по минуте, например, если вам это необходимо. Больше можно сделать 2, 3, 5, 15, прокрутить. Ну, 15 – это тоже, наверное, какая-то задачка или еще что-то. Выбираем здесь время, можно потом индивидуально для каждого вопроса еще подкорректировать время. Но в целом, чтобы каждый раз не выставлять 60 секунд, вы здесь выставляете, чтобы у вас автоматически все вставлялось. Это выровнять тест по стандартам. Это используют за границей, у них там свои стандарты, и я это не использую. Здесь «Добавить оценки». Можно здесь «Добавить оценки», выбрать класс, выбрать и сохранить это для того, чтобы тест стал публичным. Оценки качества теста здесь нам подсказывают. Добавить изображение, добавить оценки, добавить как минимум 4 вопроса для того, чтобы тест был хорошим. Создадим «Большой выбор». Нажимаем «Большой выбор». Здесь можно сразу поменять вид теста, вид вопроса, если вдруг вы передумали создавать на выбор. Например, здесь я пишу «Вопрос 1». Вопрос здесь «Ответ». 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 И выбираю «Правильный ответ». Можно добавить варианты ответа, здесь можно удалить, можно здесь не удалять, он не будет отображаться. Здесь можно добавить математическое уравнение, а также изображение каждому варианту ответов. И к вопросу, соответственно, тоже даже можно добавить аудио. И для того, чтобы сохранить, тут вот такая кнопочка «Спасти». Спасаем. Да, и здесь вот я 60 секунд устанавливаю. Далее у нас появляется уже мини-меню, потому что первый вопрос мы создали. И выбираем флажок. Флажок – это значит, что мы несколько вариантов ответов можем сделать правильными. Создается аналогично. Вопрос 2. Там 1, 2, 3, например, 4, и 3 из них «Правильные». Нажимаем «Спасти». Далее создадим «Заполнить бланк», что удобно очень, когда нам нужен какой-то краткий ответ. А здесь с правой стороны отображается то, как будет выглядеть у ученика этот вопрос. Например, еще один вопрос. Вот так будет вопрос. И вот здесь должен быть ответ. Здесь мы его напишем. Вот такой вот ответ. И студент, соответственно, должен будет написать. Можно вписать альтернативу, то есть это еще возможный вариант ответа. Ну и после того, как написали, сохраняем. Переходим к опросу. Можно, в принципе, вставить его до, можно после теста, можно вообще не вставлять. Здесь пишем опрос, сложно, сложно, сложно ли был тест, например. Ну, это все. Опросы не имеют оценки, да. Тут нажимаем «Понял». Нам подсказочки какие-то выскакивают. Можно разрешить множественный выбор. Можно, вот, соответственно, там «Да», «Нет», «Очень», «Не очень». И здесь также у нас, видите, возникает еще менюшка, где мы можем сделать курсивом, подчеркнутым или жирным. Я на это время не трачу, я просто забиваю и сохраняю. Далее, последний, неокончательный, это там, где у нас открытый ответ, тот ответ, опять-таки, повторюсь, который проверяет сам учитель. Например, вы написали задачку и просите расписать решение или формулу, или все, что вам необходимо, или дать какой-то вразумительный ответ там на картинку. Например, «Опиши картинку», напиши там пять предложений, что делают люди на картинке и так далее. И, соответственно, ну, давайте добавим картинку. Здесь вот можно перетащить, можно, ну, давайте я добавлю какую-то уже вот готовую, ну, их может быть, фотографий. Ну, например, вот добавилась картинка, вот она вот так будет отображаться, и здесь пишем вопрос, пиши, пишите картинку. Здесь написано, что эти вопросы будут отмечены как автоматически правильными, но учитель имеет полное право, то есть предупреждаете просто детей и ставите им оценку потом. Понял, и нажимаем «Спасти». Все. Вот таким образом создаются тесты. Когда у вас, например, вот выберите из там десяти слов, как бы, вариант ответа и впишите его, как было вот в моем вот этом тесте, то я создавала сразу, как бы, вот вопрос с этими вариантами, а потом делала просто копию, нажимала «Редактировать», то есть редактирование уже, видите, автоматически, и просто меняла, ну, то есть вбивала следующий вопрос, то есть сама шапка вопроса у меня всегда оставалась одной и той же, потому что там одни и те же слова, а варианты ответов я уже меняла, и это очень удобно, сокращает время в работе просто на ура. Здесь нажимаем «Сохранить», и после того, как изображение теста, ну, давайте добавим, давайте выберем ту же самую картинку. Вот так будет выглядеть наш тест, здесь язык, здесь выбираем оценки, например, это для пятого класса, и все, публично видим и всем, либо закрываем, и нажимаем «Сохранить». Как видите, у нас здесь оценка качества теста 10 из 10, и нажимаем «Сделанный». Вот наш тест, он у нас готов, и мы готовы его отыграть вживую. Я еще не показала, как задать как домашнее задание. Нажимаем «Назначить как HW», это «Homework» по-английски, «Домашнее задание». И здесь, что очень удобно, мы можем отметить время, до которого учащийся должен сдать тест. То есть вам не обязательно его включать онлайн, ждать какое-то время. Здесь выбираем дату, например, до 18 августа, до, например, часу дня. Ребята должны завершить этот тест. Выбираем, далее выбираем «Класс». Я всегда выбираю «Класс», потому что, чтобы дети понимали, что какое у них там задание, чтобы ссылки не давать. В Google Classroom автоматически размещается ссылка на тест. Здесь мы выставляем необходимые параметры, перемешиваем, не перемешиваем, видят студенты таймер обратного отсчета, музыку, мемы, все это можно включить. Но так как это контрольная работа у нас, как домашняя работа, то у нас нет необходимости. И нажимаем кнопку «Продолжить». Все. Если у вас нет Google Classroom, ничего страшного. Вы просто запускаете игру. Она у вас имеет крайний срок, вот то, что мы поставили. Вы просто просите учеников открыть вот joinmyquist.com, и вот этот код игры им даете. Они подключаются, когда им удобно, заходят, выполняют тест, и, соответственно, тест закрывается. Именно вот в то время, в которое мы сказали. Но помните, что у нас еще и на каждый вопрос там было ограничено, то есть они не могут сидеть и сутки этот тест делать, что очень удобно. Здесь потом у вас в отчетах появится, вот, бег началось, то есть у нас тест запущен, и мы ждем результатов. Вот assigned – это значит, что задано как домашнее задание. Вот такой вот замечательный ресурс. Надеюсь, я вам все рассказала. Здесь появляются постоянно рекомендованные какие-то тесты по всем предметам. То есть сайт для русскоговорящих преподавателей просто кладезь и находка. Если вы еще не пользовались и не пробовали, все интуитивно просто. Попробуйте просто зайти, сделать, и я вас уверяю, вы весь год будете этим ресурсом пользоваться на все 100%, потому что он никогда не подводит. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok